Головные уборы, как произведение искусства, необычные платки, создает в Махачкале художница Лейла Казарова. Вот уже несколько лет девушка расписывает шелковые ткани национальными мотивами, которые потом отправляются в коллекцию модниц. О том, как на платках появляются ковровые орнаменты и даже целые аулы, расскажет Хадижат Мазгарова. Картины можно писать не только на грубом холсте, но и на нежном шелке. Как именно, показывает и рассказывает Лейла Казарова, художница вместе с коллегой по цеху в своей творческой лаборатории создает платки, такие, что могут претендовать на звание произведения искусства. Вот полотно, на котором один день из жизни аула, а на другом платке разбросаны сложные национальные орнаменты. Ковровый орнамент для платка. Вначале удивлялись наши знакомые, многие как-то ковер на голове. Но сейчас как-то нравится вроде. На изготовление одного платка может уйти месяц, ведь все узоры расписываются вручную. Вначале рисунок наносится карандашом, потом раскрашивается специальными красками. Процесс не только кропотливый, но и непредсказуемый. Платок живет своей собственной жизнью, поэтому он получается уникальным. Мы никогда не сможем повторить на заказ, допустим. У нас все будут разные платки. Единственное мы экземпляре. Например, платок с украшениями. Изначально он задумывался достаточно лаконичным, но пришлось вносить коррективы. В процессе работы произошли помарки. И чтобы спасти ситуацию, нам пришла идея, чтобы добавить всякие надписи. Здесь на аварском языке они. Расписывать платки девушки начали два года назад. Изготовили уже десятки изделий, которые отправились к своим обладательницам в самые разные уголки земли. Среди них невесты, дизайнеры, да и просто любители этники. Это вещь, которую могут передавать из поколения в поколение, считают мастерицы. Ведь за качество, как и за эксклюзивность, они и отвечают. Моя цель и мечта, чтобы этот платок был таким ценным, чтобы его могли подарить для невесты, например, на сватовство. Или же, чтобы она одела его на свадьбу свою. Ну, конечно, передавать из поколения в поколение, потому что, опять-таки, у них качество такое, что они будут очень долго служить. В этом стиле мастерицы расписывают и другие аксессуары, в том числе сумки. В планах у девушек запустить собственную коллекцию. Еще одна задача – сделать так, чтобы о дагестанской культуре, прикладном искусстве узнало как можно больше людей. Ведь оно этого достойно. Кадежат Мазгарова, Махарбека Мария, Врам Асанамаров. Время новостей.